С новостями дня в студии Ирина Цепитова. Сегодня выпускники написали ЕГЭ по базовой математике. Испытания прошли 225 11-классников в пунктах проведения экзаменов на базе телевисочной 1-й и 5-й городских школ. По сравнению с прошлым годом количество пунктов сдачи кратно уменьшилось. Это связано с новыми требованиями к процедуре. Они обязывают регионы оснащать объекты онлайн-видеонаблюдением. Когда идет оффлайн-запись, безусловно, эта запись на протяжении полугода, а может даже и более уже сейчас, она просто-напросто анализируется. И по итогам прошлого ЕГЭ, этот ЕГЭ в 2015 году, Рособорнадзором выявлено нарушение. И порядка уже 15 студентов были отчислены в связи с тем, что в пунктах проведения найдены нарушения, и им отменены результаты ЕГЭ. Мы не стали рисковать детьми, поэтому приняли решение, что они пусть лучше сдадут в пункте проведения, где установлена онлайн-запись, пусть эксперты в лице общественных наблюдателей просмотрят все экзамены в оперативном режиме. Как ведется видеотрансляция из экзаменационных классов, сегодня узнал глава региона Игорь Кошин. За сдачей ЕГЭ по математике выпускниками окружных школ он наблюдал из своего кабинета при помощи обычного ноутбука. Картинка онлайн-вещания позволяет видеть все аудитории всех сдающих экзамен. Кроме того, главе региона рассказали о процедуре сдачи ЕГЭ. Свои выпускные экзамены Игорь Кошин сдавал традиционным способом. Об отношении к единому госэкзамену он рассказал в ходе прямой линии, которая состоялась 31 мая. Вы знаете, безусловно, это огромный стресс для ребенка. Это огромный стресс, и он не позволяет раскрыться личностью, что ли. Он позволяет протестировать, первое, психологическая устойчивость, и второе, конкретные знания. Либо они есть, либо их нет. Но либо человек раскрывается, либо не раскрывается. Вот любой устный экзамен, он позволяет человеку раскрыть. А ЕГЭ сухо, четко, понятно. Но самое важное другое. Самое важное, что наши ребята имеют возможность при успешной сдаче ЕГЭ выбрать практически любой вуз. Напомню, экзамен по математике разделен на два уровня – базовый и профильный. Успешная сдача сегодняшнего ЕГЭ позволит поступить в вузы, у которых в перечне вступительных испытаний отсутствует предмет математика. В основном это гуманитарные специальности. ЕГЭ по математике профильного уровня состоится 6 июня. По предварительным данным, его собираются сдавать 164 выпускника.